Музыка Музыка Сейчас мы приглашаем сюда на эту маленькую сцену Ставим молодым и красивым Кто это у нас? Молодые и красивые Это будут наши детки Детки, давайте кто там сзади, пожалуйста Мы приглашаем вас сюда на эту сцену Где они все? А, не в коридоре Ребята, а можно их там позвать? Как-нибудь на ту сторону Мы для вас что там приготовили? И то, кто не успеет прийти или вообще не придет Кто знает эту песню? Поднимите руки А кто сможет петь? Кто это хорошо знает, что петь? Можешь петь? Окей, мы сейчас все вместе Трудно будем печь И только дадим микрофон, чтобы петь Слышите слова Слышите слова? Давай Поехали 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 Машoa Турку Молодцы, молодцы. Поднимите руку. Кто пел? Все пели, да? Хорошо. Вот еще пихцы, вот еще пихцы. Давайте, к ночи. Давайте, благословися. Все пели. Молодцы, молодцы. Мы очень хорошо спели. Но теперь мы приглашаемся к Ларину на помощь. Делаем как? Вот она. Нас, мы вас сейчас поделим. Сколько у вас человек, нам надо подразделить на пополам. Посчитайте, сколько у вас всех. Одна часть команды должна оставить слева, другие останутся справа. И мы для вас сделаем конкурс. Давай второй. Первый. Те, кто первый, идут туда. Где человек? Ты у нас будешь второй. Первый. Ты у нас будешь второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Вторые остаются на этой стороне. Так. Первый. Идешь туда. Второй. Ты идешь к ней. На ту сторону. А ты второй. Становишься вот здесь. Сережка. Ну давай он будет с тобой. Ладно. Так. Первый. Идешь туда. Ты второй. Стоишь тут. О, вас уже все перебежали на ту сторону. Так. Ну давайте. Теперь. будет вам такое задание. Мы сейчас попросим. Кто-то нам поможет кое-что вынести. Так. Кто-то нам поможет. Саша. Не надо шарики оттуда. Саша. Не надо шарики оттуда. Да. Да. Мы уже построились. Все. Команды вы должны быть готовы. У вас будет такое сейчас задание. Сюда приписывают много-много шариков. Вот тут поставим. Много шариков. Много шариков. Учишься, да. И какая команда больше перекинет шариков в другую команду, в те игры. У вас должно быть самое меньшее. Вы должны много шариков перекинуть туда. А вы должны много шариков перекинуть им. Победит та команда, которые вообще не будут иметь шариков. У вас будет там одна минута. Может даже это много. Вы быстро их перекинетесь. Так, что у нас с нам шариками. Сейчас, секунку. Сейчас. Сейчас穿 к dibujку. Значит, сделайте. Мама так, мама нужно снять. Мама так, что. Мама так поднялась. Оля, тренировка волосок. Элёша, нам порта. Элёшки, дисполь. Ф ewэш пréal hyd gala. Вот видео вчера. Походите. Нет, 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 еще не было команды. Теперь эти шарики мы ставим по центру команд. Мы ставим сейчас эти шарики по центру. Говори, 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 говори. Тебя лучше, чтобы они не снились. Давай. Раз, два, два. Ты же говорил, правила такие, что они должны перебить только какая команда перебет больше шариков на ту сторону. Те, 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 те. Я скажу. Окей, вы, ребята, мы нужны время. Силау, вы слышите меня? Окей, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, что вам еще расскажем правила. Слушайте, что вам еще не надо делать. Слушайте, что вам еще не надо. Все, все, все. Тишина. Теперь встали в своей команде на место. Все, встали, встали, встали. Окей, вы все встали на свои места. Тихо, тихо, тихо. Все, все встали на свои места. Все, мы все видели, мы все видели, чтобы было честно. Тут очень тяжело сказать, кто победил. Давайте, кто думает, что ваша команда победила, поднимите руки. Окей, у нас в этом случае победила дружба. Окей? Кто согласен, поднимите руки. Молодцы. Теперь вы можете взять эти шарики с собой. Но это еще не все. Тихо, 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 тихо. Но это еще не все. Мы еще, знаете что? Давайте подарки попозже. Давайте мы еще скажем такое. Кто хочет поздравить своих мамин-пап? Кто может поздравить? Кто хочет? Давай, пожалуйста. Кто тебя зовут? Нет, не я. Давай, что ты хочешь сказать маме и папе? Поздравить. Не знаю. Скажи, скажи, с Новым годом. Молодец. Мелоди сказала, с Новым годом. Кто еще хочет сказать? Happy New Year, Mom and Dad. Нет. О. Happy New Year, Mom and Dad. Молодец. Happy New Year, Mom and Dad. И кто еще? Happy New Year, Mom and Dad. Happy New Year. Happy New Year, Mom and Papa. Кто на Молодец то скажешь? Merry Christmas and a Happy New Year, Mom and Dad. Что ты говоришь? А что ты говоришь? Папа. Нет. Папа. 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 Как тебя зовут? И так же поздравить. Папа. Филип. О, что случилось? Супер. Папа. Happy New Year, Mom and Dad. Папа. 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 Теми. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 isu ДimaTorzok Дадő Дмит Haben Дмитый Дмитый Димитый Которг Добро Дмитый Но в Писании сказано так. Друзья, давайте мы будем внимательны. А то я слизну, точно. Салон 121. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господня. Вот стоят ноги наши во вратах твоих. Где? Бельцы? К сожалению, не бельцы, друзья. Иерусалим. Если бы тут был евреем, он сказал, он бы сказал, умеем. Иерусалим устроен как город, слитый в одном, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилу, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют, хорошее слово, мы так любим, благоденствуют, да? Кто? Любящий Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствия в чертогах Твоих. Ради братьям моих и ближних моих, говорю я, мир Тебе. Ради Доброго Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Это большое благословение, да, с вами просить мира Иерусалиму. Просить, здесь все сказано, да будет мир в стенах Твоих, и благоденствия в чертогах Твоих. В этом все сказано. И поэтому, друзья, в это хорошее время, когда вы в Бельске, кто рядом с Бельске, кто заметил вместе с нами, праздновать, вместе встречать Новый год, всех поздравляю с наступающим. Смотрите, в этом году у нас были разные, время было разное, плакать, радоваться, раскидывать, собирать, терять, получать и так далее. Было время молиться. И давайте мы не упустим этот момент, чтобы уже уходящий, уходящий час, сколько еще осталось, чтобы еще раз благословить. А если никто это ни разу не делал, друзья, это большое благословение, молиться нам с вами, об Израиле. А вот молился Иисус за Израиль. Молитесь, мужи Божьи, за народ Израиля. Павел говорит, призывает нас, так же это делать. Бог свой народ мне отверг, слава Богу нашему. И сегодня евреи говорят, «Ан Исраиль хай, от Авин ухай». Бог Израиля жил, народ Израиля жил. Если кто-то не верит в Бога, посмотри, Израиль, и ты уверен, что действительно, поверишь, что действительно есть Бог. Почему? Открой Писание. Писание Иисусу сказано об Израиле. Какие благословения сказано об Израиле. Сегодня мы видим, Израиль есть. Друзья, сегодня Израилу нуждаются помощи. Ответим мы на это, на это в призыве или нет. Сегодня многие евреи, бессловно, может быть, они просят нас о помощи. Они, может, вам не скажут об этом. Но они очень нуждаются о помощи. Сегодня, друзья наши, давайте мы не будем молчать. Сегодня многие восстают против Израиля. Сегодня, к сожалению, многие в Европе, многие, может быть, христиане молчат, когда что-то делается против Израиля. Но давайте мы не будем молчать. Давайте в этой молитве мы скажем Господу. Боже, пошли в мир Иерусалиме, пошли в благословение. Друзья, от нас не уродит, если мы попросим в мир Иерусалима. Пусть Бог нас всех благословит. И я хочу сказать, у меня как наши люди научили. Давайте мы попросим. Бог Авраама, Исаака, Якова, нашим. Финнаметорфуманаме. Помните все, знаете все, как хорошо и приятно быть братья вместе, да? Это как вели, истекающий от головы и от краям одежды его, хорошо быть всем на месте. Евреи поют это псалом. Я думаю, что христиане тоже не будут приходить в смысле это прекрасный юридический псалом. Вместе с нами, пожалуйста. истекающий оттуда. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» они славили Господа, потому что они любят Его. И мы, как Давид говорил, благословим душа твоего Господа, помните? И вся внутренность, потому что есть за что Бога благодарить и благословлять. Олег забыл сказать, я его слова скажу. Милости Господней, что? Вспоминай, считай. Мы стали бизнесменами, мы имеем машины, одежду, кто мы языка не знали. Но Бог в этой стране обильно благословил. И за это славьте Господа, друзья. Не забывайте, не только за изобилие пищи, друзья, но за то, что Он нас призвал. Да будет имя Его благословен. Аллилуйя. Первый номер, откройте телеписи. Просьба Ирина, поедем еще раз. Просьба Ирина, поедем еще раз. Просьба Ирина, поедем еще раз. Просьба Ирина. Просьба Ирина, поедем еще раз. А ты не и воедет, а ты не и воедет. Скоро солнца на закат огня, Будет имя Бога благословенна. А ты не и вовек, а ты не и вовек. Скоро солнца на закат огня, Будет имя Бога благословенна. А ты не и вовек, а ты не и вовек. Слава Ему, слава Твою, Богу нашему, вечно сущему. Слава Ему, слава Твою, Богу нашему, вечно сущему. Слава Ему, слава Твою, Богу нашему, вечно сущему. ПЕСНЯ 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 Давайте скажем славу Господу за нас с вами, что-то на этом месте. Бог хранил, друзья, нас с вами по своей великой милости, за что слава Ему. Он достоин хвалы и похваления. Великий, чудный, создатель вселенной, друзья, и мы с вами знаем его. Мы не поклоняемся каким-то деревянным, золотым, железным, но мы поклоняемся живому Богу. Кому-то неинтересно, друзья, да? Я прошу внимания, друзья, нас сражение пред Господом. Мы послушаем давайте, кто там еще не договорился. Было время, давайте мы настроимся, друзья, немножко. Потому что мы идем очень близко к тому моменту, когда мы еще раз поклонимся и проставим нашего Господа. Весь смысл в том, что мы знаем Господа. По его молитвам и по молитвам, возможно, родителей наших мы на этом месте. И Бог устроял и хранил нас с вами. Слово Божье говорит имя Господа Бога. Это крепкое что? Дружья, давайте громко скажем, что? Крепкое башня. Амэн. Да башня, ведь тебе Господь. Друзья, это крепкая башня. Убегает праведник, слышите? И безопасен. Я просто в этот новогодний вечер хотел бы всем вам, особенно мужьям и нашим прекрасным женам, помощницам, в этой свободе мы видим, что творится вокруг нас, друзья. Какие сегодня законы утверждаются. Какое тяжелое время придет для наших детей. А еще детей, детей наших. Мы будем сегодня молиться и просить всемогущего Бога, чтобы открыл разум, друзья мои. Потому что это страна великого благословения. Родители и прародители, которые строили все это. Они молились живому Богу. Воскресный день был закрыт, друзья мои. В середине Америки. В середине Америки, я живой свидетель, закрываются хамдипа, закрываются все магазины. И только после утреннего собрания открываются некоторые. Людей отправляют и говорят, идите в церковь, молитесь Богу. Наш Бог достоин славы. Аллилуйя. Он дал глаза тебе. Он дал тебе сердце. Руки, ноги. Ты можешь ходить и трудиться. Дорогой друг, если ты не понимаешь этого, пойди в госпиталь. Посмотри, какие люди лежат там. Зайди в Нюрсимхом и посмотри своими глазами. И на тебя страх Божий найдет. Потому что мы не знаем, мы не застраховываем. Друзья дорогие, сегодня я бы хотел говорить, что имя Господа – это крепкая башня. Я бы хотел говорить к тем, кому Бог доверил мужьям хранить и созидать свой дом. Молиться об этом Богу, молиться о семье и быть, друзья, на своем месте. Потому что придет время, когда ты и я предстанешь ты Господу. Да? И Бог спросит. Друзья, молился ли ты? Говорил ли ты? Друзья мои, в этот новогодний вечер я много времени не буду, потому что будет Саша говорить. Я думаю, что молодой миссионер наш, я немного скажу, но много трудился так же. Если кого-то Бог еще помажет, выходите, говорите. Я хочу вас всех поздравить на этот вечер с Новым Годом. Рождество у нас в России будет, но хотя прошло уже, да благословит вас Господь. Имя Господа крепкая башня. Друзья мои, дорогие, это очень важно. И хочу всем оставить пожелание, что нам, родителям, очень важно. Я понимаю, что Господь. Но что еще очень важное у нас? Я думаю, что, может, каждый будет говорить по-своему. Нет времени. Я бы прошелся с микрофоном и хотел бы узнать ваше. Но я вам скажу одно очень важное. Это наша с вами семья. Друзья дорогие, имейте машину, богатство, бизнес, но если твоя семья разрушена, ты никто. Но Бог, который благословляет, и Бог, которому ты служишь поистине и непритворно, он сохранит тебя в этой жизни. Жена будет любить своего мужа. Муж будет любить свою жену. Друзья, да поможет нам с вами Господь. И я бы хотел вам в этот новогодний вечер, я не знаю, что будет через голову. Друзья дорогие, как время у нас будет? Я не знаю, может, Христос придет. Мы слышали, что 23-го, 21-го ждали конец света. Об этом говорили. Столько передач на компьютере. Это просто, мы не понимаем, да? Но Бог сказал, никто не знает. Ни ангелы, только Он знает. Но время Его и Шамимы слышал. Я хотел бы оставить вам пожелание, друзья. Книга Иисуса нами. Вы помните, что этот муж Божий сказал? Было тяжелое время среди Израилей. Было великое отступление. Идолы привлекали. Знаете, чужеземные девицы уводили молодых евреев. Молодых, красивых, воспитанных. Но кто-то из них оставался служить Господу. И Иисус нами сказал, как хотите. Ну, а я и дом мой. Что? Аминь, жены, аминь, сестры. А я и дом, что бы ни было. А я и дом мой. Будем служить Господу. Говорите вашим сыновьям. Дети, если вы уходите, знайте, что я буду молиться моему Господу за тебя. И Он обязательно приведет тебя. Дорогие наши юные дети. Дорогие подростки. Мы должны благословлять. Я хорошо дружу с Олегом. Он говорит, ты представляешь, молодой человек, он недавно пришел к Господу. И измени. Молится за Израиль. Говорит, представляешь, как евреи благословляют своих детей. Нам нужно учиться, друзья, благословлять, не проклинать, друзья, плохими словами, а благословлять своих детей. Дочерей и сыновей судьбы их благословлять. Это очень важно, друзья мои. И мы увидим благословение Божие. Оно придет. На каждого из нас. Потому что Бог, Он любеобильный Бог. И Бог, Его имя в любом. Помните, друзья, это слово. А я и дом мой. Будем служить Господу. Псалом, скоро, очень скоро. Скоро, горизонт. Спасибо. Скоро, очень скоро. Мы увидим Господа. Скоро, очень скоро. Мы увидим Господа. Скоро, очень скоро. Мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слезки будут там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слезки будут там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Смерть подвешена, мы увидим Господа. Смерть подвешена, мы увидим Господа. Смерть подвешена, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Еще раз выход. Скоро, очень скоро, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слез не будет там, 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 мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слез не будет там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Аллилуйя, 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 мы увидим Господа. Аллилуйя, 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Они уже тут собираются у сцены. Детки, подходите, пожалуйста, сюда, скоро мы будем молиться. Если вы бегаете где-то, играете в игры, подходите, пожалуйста, сюда. Сейчас спели псалом, бьют часы, и пора домой. Домой еще не пойдет. Покушали хорошо? Я, говорит, псалом этот слышу, знаете, и хорошо, что нет зеркала, я не вижу сам себя. Но когда только мы начали встречаться с молодежью, я был в восьмом классе, каждая встреча заканчивалась именно этим самым. Бьют часы, и нам не хотелось никогда расходить. Знаете, первая когда-то, первая любовь, 14-15 лет, и только узнаешь Господа. Такая радость это была. И когда мы на этих гитарах, зная всего-то и аккорда, этот псалом мы пели так четко. Так что мы еще побудем здесь. Может быть, если музыканты захотят, в самом-самом-самом концерт, ну, когда пора домой, я же еще раз поеду, отрепетирую. Дорогие друзья, нам осталось до того, чтобы мы вступили в 2013 год, буквально 14 минут. Я думаю, что мы несколько минут вспомним Слово Божие. И в молитве, как всегда, как все годы, мы встретим этот Новый год. Я хотел бы прочитать один короткий стих из четырех слов. Это пророк Исаия в 41-й главе, первым стихом сказал такие слова. «Народы, да обновят свои силы». Знаете, в жизни все нуждается в обдавлении. Вот мы любим, когда у нас хорошая машина, едет хорошо, все нормально. Но когда купим новенькую все-таки, то когда она пахнет все, ну, приятно. Но это вещь. Но когда посмотришь на мир, который устроил Господь. Вот посмотрите на деревьях. Наступает осень, и такие прекрасные листья, которые были весной, желтеют и обладают. И это все благодаря тому, что соками земли он питался все время. Независимо от того, хорошая была погода на улице или плохая, весна была или была зима. Дорогие друзья, все в этом мире, народы, деревья, все, что создал Бог, Он его обновляет. Обновляются и силы человека. Становится человек крепким после тяжелых испытаний. Если он не стал крепким, он не может пройти следующее испытание. Бог так устроил нашу жизнь, что она похожа на школу. Причем школа эта начинается с нашей жизнью и заканчивается. И перед болитвой я попросил одну сестру в нашей церкви. Она прочитала прекрасное новое стихотворение. Я говорю, сестричка, мы будем встречаться на такой новогодней встрече, у нас было. Мне так понравилось это стихотворение. Вы можете мне его переписать? Она, правда, быстренько принесла его на следующий же день. Я вам прочитаю это стихотворение. Пожалуйста, если можно, чуть-чуть тихо. Я его буду читать. Я его только два дня как получил. Наизусть я его не знаю. Давайте, детки, послушаем. Вы тоже в школу поймете. Вы не все поймете, но что-то поймете. Остались где-то в прошлом те годы, когда за школьной партой мы сидели. И что скрывать? Бывало, иногда, учителей мы слушать не хотели. И были ведь у всех наверняка любимые предметы. И не очень. А на страничках тонких дневника итог трудов наших в отметках точек. Так вот, кому-то нравилось читать, писать диктанты или сочинения, другой же быстро мог уметь считать, решать легко задачи, уравнения. Но все-таки желание милей, каникул долгожданное было время. Казалось, только станем мы взрослеть, домашних всех заданий сбросим время. Казалось, прозвенит в последний раз звонок с дискрытой грустью на прощание. И вот настанет в тот же день для нас жизнь без ошибок и без замечаний. Был вечер выпускной, цветы, рассвет. Мы в розовых мечтах из детства плыли. И лишь теперь, через десятки лет, нам видно то, как мы наивны были. Наивны, ведь мы верили всерьез тому, что много знаем и умеем. А в жизни после столько было слез, жизнь оказалась во сто крат сложнее, чем виделась из школьного окна. Тогда мы не могли представить это, что будет ежедневно ждать она на все вопросы нашего ответа. И нам придется всякий раз решать все новые и новые задачи. Придется сна себя порой лишать. Ошибок не будут, будут неудачи. Вся жизнь есть школа. Так устроил Бог. Но Он не объявляет расписание. Когда великой радости урок, когда урок терпения, послушания, он нам, не каждый нравится из них. Не всем урокам не всегда мы рады, но планов не меняет Бог свои. Он знает, что действительно нам надо. Уроки есть печали и тостей, болезни и страдания уроки. И вот после уроков лишь таких мы слез на покаяние пишем строки. Идут занятия за годом, год. Желаем или нет, то мы это сами. Так вот, только неизвестно наперед, когда, какой и где нас ждет экзамен. Шпаргалки просто не за чем писать. Экзамены ведь тени по билетам. И что еще хотелось бы сказать? Каникул нету. Ни зимой, ни летом. Не сообщил и дня того нам Бог, когда тихонько или громко очень вдруг прозвенит последний наш звонок. И в мир иной в тот миг увидят кочей. Так будь же каждый жизненный урок, который Бог нам с вами преподносит, полезным, нужным, будет в крови. И плод обильный для души приносит. Слава Богу за то, что Господь побудил чье-то сердце, так чисто выразить эти чувства отношения человека с Богом, как учителя и ученика. Слава Богу, в этом году Он преподал нам много уроков. У кого-то это был очень радостный год. Полон любви, здоровья, была полная чаша дома, была работа, экаунт в порядочке. У кого-то были печали. Кто-то простился со своими близкими. У них были другие уроки. Но мы, друзья, не знаем, что нас ждет в 2013 году. Предсказания были о конце света. Говорили, что они будут 21 декабря. А о том забыли, что 21 сентября один из астрономов, который наблюдал просто ночью, увидел вдруг движущуюся в сторону Земли, такое тело огромное, небесное, размером, как Земля, шел с огромной скоростью. И по его расчету попадал точно в Землю. С такой массой он должен был сдвинуть Землю с места. Это было бы действительно конец жизни. Он сообщил эту информацию в НАСА. Вы можете на интернете это посмотреть. Когда НАСА проверили траекторию движения этого тела, они сказали, да, действительно он движется в сторону Земли. Но в это время подошла планета Юпитер. Планета Юпитер по массе больше, чем в сумме все планеты Солнечной системы в 2.3 раза. Гравитационное поле, которое дал Бог этой далекой планете, газовое, такое сильное, что он просто притянуло ее и проглотило. И осталось только маленькое пятнышко. И ангелы, наверное, заклопали на небесах. Друзья мои, Бог весь этот год каждый день управлял этой Вселенной всеми планетами, астероидами. И мы спокойно спали 21 сентября. И еще несколько случаев наберите просто на Google планеты Юпитера спасает Землю. И вы увидите, какое великое дело делает Бог каждый день. Сейчас мы с вами встанем, дорогие друзья, и будем просить Господа, чтобы так же, как Он нас хранил в 2012 году, и еще больше, чтобы хранил нас, детей наши, города наши, страну нашу, особенно, друзья мои, наших деток, их духовное состояние. Сегодня враг ополчился против семьи, сегодня враг ополчился против детей. Они невинные, умирают миллионами, еще не родившиеся. Давайте же скажем Господу спасибо за этот год, что Он сохранил нас тогда, когда мы видели, и еще больше, когда мы этого не видели. И чтобы и дальше Он нас хранил, когда мы будем видеть, когда мы будем рядом, когда мы будем молиться. И пусть Он сохранит нас, когда мы ослабеем, когда мы не выучим этот урок, или он нам не нравится, может быть, но чтобы Он оказался тем любящим учителем, тем любящим, который нас продолжал бы защищать и благословлять весь будущий год. Аминь. Будем молиться? Молимся. Отец наш Ебесный, мы приходим к Тебе сейчас с благодарностью, Господи, что все 365 дней этого года с раннего утра Ты становился на стражу, Господи, каждой семьи, каждого находящихся в этом зале. С новым годом! С новым! 2013 годом! Дорогие друзья, сейчас время поздравлять друг друга, обнять друг друга, сказать самые-самые добрые слова. Не помню. Девотин, пожалуйста. Что-то болеет. Сколько лет в Америке? О, вот это уже вопрос. В-13. Машина, которая едет? В-13, я 37-й, то есть... Скажите, пожалуйста, ваш номер машины. Разрешается спросить, на какой машине если вы захотите. Номер машины. Модель. Номер, не знаю. Номер не помню. Семь. Клеса. Крупные. Четыре колеса. Должны пять. Хорошо. Давайте откроем еще первую. Где она? Первая буква. Ви. 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 Виктор. Ви. Виктория. Ну, Ви. Вероника. Валентин. Валентин. Выиграли. Правильно. Какая? Нет, подождите, но... Инга угадали. Валентина какая? Фамилия. Фамилия. Сидруба. Вот вы очень много угадали уже, Валентина. Вам осталось еще... Валентина Барбарю. Валентина. Молодцы. Все включили. Делимся. Не принимает. Делимся. Валентина. Давай. Олег. Олег. Олег, скажи, что вы сделаете с женщиной? Я боялся вопроса, честно говоря. Слышно, что голос с таким голосом. Так. Вы же опять открыли? Валера. Так, вы готовы? Можете поворачивать. Так, можете... Ну, женщины, я думаю, много вопросов зададут. Так, для этого я изменю голос. Так, готовы? Все. Вы вообще-то про цвет спросили, не про облеченки. С седой, коричневый, белый, зеленый. Цвет какой волос? Цвет волос. Цвет волос. Цвет волос. Какой? На листах цветовая петель. Цветовая петель. Значит, после сорока. После третий. Где живешь? В петель. А волосы вообще есть? А волосы вообще есть? Василий Иванович. Ну, звать имя пока нельзя. Кем работает? Семейное положение? Ну, с имейным положением какое? Военные. А у приятного жена имеется? Жена имеется у военного? А, генерал мою. Жена генерал мою? Конечно, есть. Кто вас был на командующей семье? Нет. А сколько детей? Мороз. Я помню. Он у нас белый пухой голос поменял. Разговори. Разговори. Короче, он мне сладал. Так, еще раз. Разговори. Сейчас. Отключаем. Проверим. 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 Проверим голос. Мой голос? Хороший? Проверим. МИМИ! А рост какой? МИМИ! А вы, случайно, сегодня Несмеяну не играли тут? Принцессу Несмеяну здесь не играли? МИМ! Ты не мой муж! МИМ! И мой ростник? Твою ростник? А моему мужу, ростнику приходишься? Нет Обманываешь? Нет МИМ! Вы не ответили, сколько у вас детей? Пять! Размер штанов? Не помню Откуда приехал майор-генерал? С Березьяна! Откуда приехал? Из Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии! Из какого города? Мелти! А жена кем работает здесь в Америке? Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии, жена кем будет вода! Из Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии! Из Молдавии! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...